Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, видно? У нас сегодня вебинар в новом формате. Напишите, пожалуйста, в чате, все ли видно, все ли слышно. В чате прикрепила вам промо-код до 29 числа на скидку для слушателей вебинара. Татьяна, спасибо за обратную связь. И, наверное, мы начнем. Вебинар, почему в новом формате, да, у нас будет видео-версия себорегулирующей процедуры для мужчины. А пока мы немножечко поговорим о мужской коже. У нас такой вебинар уже когда-то был подробный, теоретический. Был семинар очный в салоне, не в салоне, в нашем центре диагностики кожи. Тоже подробно разбирали. Сегодня разберем очень коротко и посмотрим с вами себорегулирующую процедуру на мужской коже. Разберем проблемы, очень удобно. Буду ждать вопросов прямо в чате. Мне вот так подставили компьютер очень хорошо, что я могу и работать с моделью, и смотреть ваши вопросы. Поэтому буду рада, если будут какие-то от вас вопросы, чтобы, опять же-таки, для меня очень важно оттестить такой формат, чтобы делать еще новые вебинары, новые темы, как вам будет это удобно, неудобно. Поэтому буду рада обратной связи. И основная тема, да, наша – это мужчина в салоне, да. Тема действительно важная. Мужчины на сегодняшний день часто обращаются к косметологам по решению разных проблем. Но, скорее всего, большинство из них обращается туда достаточно поздно, когда, в отличие от девушек, да, потому что все-таки женщины больше ухаживают за собой, следят за своей кожей, Мужчины это делают крайне осторожно. Чем отличается мужская кожа от женской? Прежде всего, это активность сальных желез, да. Слой коллагена у мужчин достаточно плотный, у кожи толще. Немножко отличается pH у мужчин. pH кожи немножечко ниже, да, такой более кислотный. Поэтому некоторые средства из дамской косметички не всегда заходят мужчинам, не всем нравятся. Мужчин старение происходит по мускульному типу, да. И старение происходит немножечко дольше, да. То есть это отложенное старение. Но у мужчин мышцы плотнее и мимика активнее. В отличие от женщин, да, мы можем видеть мелкие морщинки достаточно в раннем возрасте, да. А у мужчин более старшего возраста, как я уже говорила, идет старение по мускульному типу, да. То есть проявляются глубокие морщины. Большим плюсом мужской кожи является то, что она хорошо удерживает влагу. Но есть небольшой недостаток. И, возможно, вы обращали внимание, да, у мужчин больше капилляров и больше предрасположенность к куперозу. Очень часто у возрастных клиентов эта проблема усугубляется еще и пигментацией, потому что, как правило, мужчины пренебрегают солнцезащитными средствами ввиду того, что они имеют либо цвет, да, это если высокая степень защиты, да, то есть когда много фильтров, вот этот плотный крем мужчинам не комфортен или вообще попросту про нее забывают, да. Поэтому проблема купероза и очень часто усугубляется еще пигментацией. Но тоже одним из плюсов является то, что у мужчин кожа из-за своей плотности, да, и активности сальных желез меньше всего подвергается влиянию внешних факторов и меньше всего требует какой-то усиленной защиты в отличие от женской. И выделила как раз на презентации специально красным цветом, да, что признаки вставления появляются гораздо позже, о чем мы с вами уже говорили, да, из-за особенностей вот этих мужской кожи. Но поддаются коррекции, они достаточно сложно. И здесь все-таки поддерживающие уходы, да, то есть вот эта превентивная косметология или домашний уход, и будут играть большую роль. Самые, наверное, популярные косметические процедуры в салоне, да, именно вот этой вот превентивной косметологии, поскольку у мужчин из-за повышенной выработки тестостерона, как я уже говорила, повышено салоотделение, есть в молодом возрасте склонность к акне. Здесь большой плюс, опять же-таки, мужской кожи, что есть ли в подростковом возрасте подростки, да, мальчики, больше подвержены таким воспалительным процессам, то с возрастом эта проблема выравнивается, в отличие от женщин, да, то есть у женщин может быть в молодом возрасте достаточно хорошая кожа, да, акне выстреливает в период менопаузы, да, или после родов, да, то есть такое тоже может быть, часто встречается. Ой, прошу прощения. Поэтому у мужчин явления по стакне, с которыми они чаще всего обращаются к косметологу, да, то есть что следует профилактировать, да, то есть какие процедуры, да, то есть общие профилактические процедуры, корректирующие процедуры, либо же зонально направленные, да, то есть мы делаем общую процедуру, да, и отдельно выделяем какие-то моменты, например, работа с постакне, да, либо это работа с куперозом и домашний уход, да, то есть и косметологу в работе с мужчинами важно обратить внимание на домашние средства, на поддерживающие домашние средства или межпроцедурные, чтобы не усугубить проблему, да, или оттянуть проявление внешних признаков старения. Какие процедуры можно и нужно предлагать, да, то есть прежде всего в молодом возрасте это будут чистка лица, различные варианты от мануальной чистки, да, до аппаратных чисток, да, или же чистка атравматичная при помощи различных косметических средств, да, препаратов. Самой, наверное, популярной процедуры, как профилактической, да, так и основной в случае мужчин, да, это будут снеорегулирующие процедуры, поросуживающие процедуры. И, повторюсь, да, домашний уход. Если говорить о средствах, да, или каких-то дополнительных процедурах возрастных, очень хорошо работают различные варианты пилингов, да, то есть это и УЗИ-пилинг, да, в качестве такой мягкой отравматичной чистки лица, основные кислотные пилинги, которые решают большинство проблем с мужской кожей, да, выравнивают рельеф, выравнивают тон кожи и непосредственно работают с проявлениями пост-такна. И в себорегулирующих процедурах, да, и как дополнительные процедуры прекрасно работают энзимные пилинги. Среди средств гильтек идеально будет нам с вами подходить на сегодняшней процедуре, да, это энзимный пилинг я сегодня буду использовать. В качестве, на слайде вы видите, да, то есть в качестве, сейчас лето, и я, наверное, не буду, это не сейчас, сейчас у нас весна, мы переходим уже в лето, но, наверное, осенью по химическим пилингам сделаем отдельный семинар, да, но я все равно его прикрепила. Химический пилинг у компании Гильтек в средствах есть один пока, и на основе миндальной кислоты, молочной кислоты, фируловой кислоты, и в составе также есть экстракт зеленого чая и диметиламиноэтанол, которые делают этот пилинг очень эффективным и малотравматичным. То есть выход из пилинга достаточно мягкий, в нем нет активного шелушения такого, и для мужчин он будет самый подходящий, потому что если все девушки прекрасно понимают, да, что постпилинговый уход – это дополнительные средства, да, то есть это может быть и шелушение, и какой-то дискомфорт, то для мужчины это неприемлемо, поэтому хочу обратить ваше внимание именно на этот пилинг, потому что я на вебинарах много рассказывала, и мы его позиционировали очень часто, как парадный пилинг. У нас даже есть видео, мы делали с нашим оператором на Новый год, точнее перед Новым годом, как подготовиться к новогоднему празднику, и полноценно я рассказывала, как этот пилинг использовать как парадный. В случае работы с мужчинами, это идеальный химический пилинг, который будет решать проблемы и постакне, и благотворно влияет на сосудистую сетку, ну и, понятно, решает частично проблемы возрастных изменений. Ну, а мы сегодня с вами будем использовать в нашей процедуре энзимный пилинг. Это наша всем известная, горячо любимая большинством косметологов энзимная пектиновая маска, которая в составе своем содержит, да, и энзим пектина, и компонент пилмойст. Это ингредиент многокомпонентный, в который входит еще и папаин. Его там немного, поэтому не спрашивайте меня. Так, Ирина не видит слайд. Ирина, нужно, наверное, немножко, да, действительно, вот вам уже подсказали, перезагрузить. Если какие-то неполадки, мы сегодня проводим вебинар вдвоем с нашим оператором, с троем и моделью, и очень следим за эфиром, потому что я волнуюсь. Оператор тоже волнуется, для него это второй опыт. Вот, поэтому перезагружайте страницу, если что, пишите. Вот у нас нормально сейчас, хорошо работает связь. Я надеюсь, что все хорошо. Потом мы вообще перейдем на видеотрансляцию. И тоже ответьте, пожалуйста, как это на переключении будет. Да, и вернусь я к энзимному пилингу нашему, да, то есть это энзим пектина, пилмост и молочная кислота в содержании там до 5%. Также в состав энзимной маски входят соли, рапан, которые и сиборегулирующие действия хорошие оказывают, поросуживающие хорошие действия оказывают. И пилинг действительно идеально выглядит на мужской коже. Его можно даже использовать как отдельные процедуры, да, то есть процедуры энзимного пилинга. Если интересно, пишите вопросы. Буду по ходу рассказывать, как. Далее на что обратить внимание в мужских уходах, да, из-за того, что у мужчин на лице, мы уже говорили, да, сосудов больше, прежде всего, это сосудоукрепляющие средства. Что это может быть, да, то есть, во-первых, косметические средства, которые содержат вазопротекторы, да, которые будут восстанавливать и улучшать работу сосудов. Самый, наверное, идеальный лимфодренажный массаж при правильном действительно выполнении этого массажа будет и выводить излишнюю жидкость, которой многие, не все, но многие мужчины склонны к отекам, да, плюс укреплять сосудистую стенку и оказывать общий положительный эффект на состояние мужского лица. Смотрите, здесь еще что интересно, наверное, лимфодренажный массаж, он короткий, простой, и многие на него не делают такую ставку, или же клиенты, ну, к нему как-то, может быть, несерьезно относятся, ну, что вы проработали, да, там, немного по лицу, да, то есть, это вроде не массаж, да, он как бы не так активно чувствуется. Но большинство косметологов прекрасно знают, да, что и лимфодренажный массаж отлично работает, да, и в себе в регулирующих процедурах, и в сосудоукрепляющих, это основное, да, его основная функция, да, в сосудоукрепляющих процедурах, да, и в молодом возрасте, когда вы работаете с клиентами, склонными к акне, да, это тоже будет очень полезно, да, и улучшит качество процедуры. Плюс, чем он хорош в мужских уходах, тем, что большинство мужчин носит бороду. Сейчас это вообще модно. Те, кто не носят, иногда бывает щетина, да, на нижней трети лица, и большинство массажей косметологу даже больше некомфортно выполнять, поэтому включайте обязательно лимфодренажный массаж, да, он и, во-первых, будет комфортен для мужчины и комфортен для косметолога, потому что вы не портите, грубо говоря, руки, да, мужскую щетину. Также некоторые аппаратные процедуры будут действительно очень хорошо смотреться на мужском лице, да, то есть, ну, во-первых, это микротоковая процедура, да, которая действительно самая мощная аппаратная процедура, которая дает хороший лимфодренажный эффект, да, и явно выраженный лимфодренажный эффект. Также на мужской коже будет действительно хорошо заметен эффект от РФ лифтинга за счет того, что мужская кожа плотнее, коллагена в ней все-таки больше. Я не прикрепила, к сожалению, этот слайд, да, то есть различия коллагена на мужской и женской коже, поэтому эффект от РФ процедур на мужской коже заметен. Обе, два метода дают прекрасные результаты на мужской коже и явно выраженные. Не устану повторять, да, о том, что домашний уход, вы прекрасно знаете о нашем антикуперозном геле, который может дополнить как салонный уход любой, да, так и домашнюю коллекцию средств для мужчин. Непосредственно, если действительно есть купероз, справиться с ним, как у меня вот на слайде тоже написала я, да, тоже справиться с ним поможет лазерное удаление, коагуляция, да, то есть если это требуется, ну, поддерживающий уход именно для мужчин он будет необходим. Ну и восстановление тонуса кожи плюс коррекция, я немножко смешала уже эти два слайда, микротоковая терапия, да, то есть это профилактика старения, РФ терапия, лазерная биоревитализация прекрасно работает с мужской кожей, ну и большинство массажных технологий, в том числе и лимфодренажный массаж, также на мужской коже, точнее при работе с мужчинами очень хорошо работают варианты миофасциальных массажных техник, где не требуется такого мягкого, интенсивного скольжения. Что обычно мы рекомендуем в домашний уход? У меня на слайде стоит косметика Систева, да, с которой мы не так давно распрощались, и компания Гильтек уже с февраля месяца представляет отдельно мужскую линию Гильтек Мэн, в которой мы с вами можем рекомендовать мужчинам это гель для умывания, который специально создан с учетом вот этого пониженного pH, да, то есть немножко кислого pH мужской кожи. Это очень мягкое, бережное очищение на мягких павах. Здесь в качестве пава кок-глюкозид выпускается в двух форматах. Он у нас в таком вот большом салонном формате и в 100 мл в домашнем формате, который можно тоже поместить в косметичку. Я сегодня его буду во время процедуры использовать. Из того, что у нас уже выпущено, это крем увлажняющий, который можно применять и в качестве финального средства после бритья. Он очень хорошо успокаивает кожу, а также хорошо защищает кожу в течение всего дня. Поэтому настоятельно рекомендую для косметологов это финальный крем после процедуры, то есть постпроцедурный финальный крем. Чуть позже расскажу о новиночке такой, которую мы прям презентуем буквально в течение следующей недели, прям уже готовится к выходу. Это фотозащитное средство специально для мужчин. В завершении процедуры про него подробнее поговорю. Из-за минимума ухода достаточно мужчинам, то есть полноценное хорошее очищение и защита кожи в течение дня. То есть это вот как раз какой-то защитный крем, финальный крем. Если кожа склонна к пигментации, то в мужской косметичке как раз должно найти место фотозащитное средство, которое мужчин может использовать. Из того, чем вы знакомы у бренда Yeltec, то есть это наш мультипротектор, который не содержит жира, он у нас oil-free и очень комфортно ложится на кожу, поэтому попробуйте, может быть, в мини-дозах предложить мужчинам хотя бы в качестве эксперимента, чтобы действительно можно было защищать свою кожу. Что еще будет хорошо работать как превентивные меры. Вот если девушки у нас часто обращаются к процедуре ботулотоксина, да, то к инъекциям ботулотоксина, то мужчины, как правило, ну, не как правило, есть, конечно, исключения, кому важна своя внешность, но большинство мужчин, да, мы берем с вами такого среднего статистического мужчину избегают инъекционной косметологии и прибегают к ней только в очень крайнем случае. Вот как превентивная мера и на мужчинах очень хорошо заметно, прекрасно работает это средство с пептидами миорелаксантами. В нашей коллекции оно тоже есть, да, то есть это сыворотка миорелакс, которая содержит практически почти 10% аргиллерина, прекрасно работает с отечностью, да, плюс снижает мышечную активность и в качестве профилактики, да, прекрасно подходит мужчинам, особенно в летний период, если все-таки женщины наши как клиенты больше склонны, да, уколоть себе ботокс, да, и пойти спокойно использовать какие-то другие средства, да, то в качестве уходового средства в области глаз, да, можно рекомендовать, например, наш миорелакс. Также, как мы уже с вами обсуждали, мужчины склонны к отечности, и если все-таки женская аудитория к нашему противоотечному гелю, который гель для области век, немного равнодушный или использует его там ситуативно в паре, то в качестве мужского ухода для области глаз он тоже будет идеален, да, ну и какие-то себорегулирующие средства, здесь у нас выбор с вами большой, да, пожалуйста, в качестве тоника и в домашнем уходе можно использовать тоник для жирной и проблемной кожи, я его, у нас косметологи к нему как-то равнодушны, этому тонику, я не знаю, очень много лет, это один из первых тоников, то есть тонизирующих средств, который вышел у гельтека, прекрасно увлажняет кожу, он немножко специфический, да, для косметической продукции, себорегулирующей, он не пересушивает кожу, но очень хорошо успокаивает, убирает раздражение, и вот когда спрашивают, что можно мужчине после бритья нанести на лицо, да, тем, которые привыкли к лосьонам, да, то есть это будет тоник для жирной и проблемной кожи, потому что там в составе есть противовоспалительные ингредиенты, да, тонизирующие ингредиенты и успокаивающие ингредиенты, это зеленый чай, гомонелец, экстракт планктона, ну, и в качестве себорегулирующего компонента, да, это соли озера островное или соли рапан. Пожалуйста, есть у нас сыворотка антиакне, да, или сыворотку стоп, в серии антиакне, сыворотку стопакне, которую можно применять в качестве и себорегулирующего, и для снятия воспалительных процессов, особенно если у мужчин после бритья бритье вызывает воспалительный процесс. Ну и мой любимый, это мой фаворит, это тоник матирующий двухфазный, который очень хорошо суживает поры, успокаивает кожу. А мы с вами, наверное, потихоньку перейдем, сейчас обсудим чуть-чуть с вами средства, которые регулируют деятельность сосудов и могут действительно понравиться мужчинам. И перейдем с вами уже непосредственно к проведению процедуры. Я переключусь на видеотрансляцию. Я надеюсь, очень быстро сократила теоретическую часть, точнее, очень сильно сократила теоретическую часть, чтобы приступить к процедуре. По поводу миорелаксантов, как я уже говорила, одно из удивительных средств, который действительно показывает хорошие эффекты на мужчинах, которые используют его для области глаз, это наш миорелакс, напомню, да, аргирелин, экстракт артишока, который тоже очень хорошо убирает отеки и корректирует сосудистое окрашивание в области глаз, ну и гиуроновая кислота очень хорошо увлажняет кожу. По поводу средств, которые действительно хорошо будут влиять на сосудистую сетку, я уже о нем говорила, это гель антикуперозный, где в составе много активных компонентов, которые улучшают работу сосудов и воздействуют на купероз, напомню, да, то есть это или превентивная мера, если есть склонность, либо коррекция уже имеющегося купероза, там в составе каштан, иглица, виноградные листья, также в составе есть диметиламинный этанол, который действительно очень хорошо работает с сосудами, но также дает очень хороший такой подтягивающий тонизирующий эффект для тех, для у кого есть запрос еще немножечко подтянуть кожу. Ну и мы перейдем к процедурам, а я попробую сейчас прям вот переключиться. Пока я готовлюсь, есть ли какие-то вопросы, возможно, вы на семинар собирались на наш с какой-то целью, буду очень рада, если вы зададите какие-то вопросы, может быть, по средствам, не стесняйтесь, задавайте вопросы, буду рада на них ответить. И напомню, у нас с вами себорегулирующая процедура. В качестве очищения, да, как подготовку к процедуре, мы с вами будем использовать гель для умывания из мужской линии, гельтек мен. Кстати, для домашнего ухода, если вы рекомендуете мужчинам домашний уход, то можно не бояться здесь прям где у меня камера, вот, что шаг один, прям прописано, ни один мужчина, не гель хорошо пенится, не пугаемся, начинаю за вами наблюдать. Я пообещала нашей модели сделать из него мужчину рекламного, да, как у меня на заставке на слайде. волосы нам какие покрыть. Что? Тогда надо что-то и для волос сделать. Скоро будет, и для волос скоро будет. Да, аккуратно распределяем. он слабо пенящийся. При желании по этому гелю, пока у нас в коллекции гельтек нет геля для бритья, но при желании по этому гелю можно аккуратно побриться. Сразу хочу сказать, что если лезвие не свежее, да, то есть не острое, то сложно бриться, а если свежее новое лезвие, то очень неплохо работает и как гель для бритья. коллеги, все ли вам видно? Аккуратно удаляем остатки геля. нет ли каких-то неприятных ощущений? Все ли хорошо, комфортно? Все нормально. Далее у нас с вами по протоколу энзимная пектиновая маска, но ориентируясь на кожу нашего клиента, я предварительно возьму и нанесу лосьон салициловой, наш отшелушивающий лосьон, потому что кожа немножко гиперкератозная, есть такие мелкие милиумы для того, чтобы получше разрыхлить кожу. Перед нанесением энзимной пектиновой маски обработаю кожу салициловым лосьоном, чтобы более глубоко разрыхлить кожу. Такой вариант можно использовать и перед процедурой чистки, когда вы будете делать либо ультразвуковой пилинг, либо процедуру мануальной чистки, когда видите, что у клиента такие тугие поры, боитесь не справиться, чтобы облегчить себе работу, перед нанесением энзимной пектиновой маски можно нанести, обработать кожу лосьоном салициловым. берем энзимную маску, время аппликации здесь будет зависеть опять же от состояния кожи. Стандартное время аппликации энзимной пектиновой маски у нас это 15-20 минут. Если потребуется, да, точнее, если кожа чувствительная, то время аппликации можно сократить до 7 минут или ориентироваться на чувствительность кожи. Наносим плотным слоем. Вот модель у нас немножко морщится. Да, она уже готовая гелевая, кто с ней не знаком. пилинг можно нанести и руками, как вам удобно. Можно кистью, можно руками. ПОТИНГ и закрыть специальной маской пленкой для более глубокого разрыхления для того чтобы энзимы хорошо поработали я знаю что вы все знаете но напомню у нас энзимы хорошо работают во влажной среде вот у меня стандартная маска видите мужское лицо немножечко крупнее и маска сложнее наносится приходится и немножко тут модернизировать но зато с модернизацией получается что немножко мне тут с одной стороны хорошо ложится на носик в этот момент можно провести лимфодренажный массаж или просто оставить клиента на 10-15 минут либо провести лимфодренажный массаж галин очень хороший вопрос у нас есть все шикарное средство его любят все в том числе и мужчины это гель для нижней трети лица можно и под аппаратные процедуры и в домашний уход для с бородой совсем конечно сложно но вот без бороды те кто имеет проблемы да то есть с подбородком с шеей это гель для нижней трети лица если же еще требуется улучшить все качество кожи наш знаменитый такой концентрат 5 пептидов опять же если нет бороды до то 5 пептидов тоже использовать можно мужских уходах и здесь наверное знаете он очень быстро впитывается и мужчинам он будет нравиться даже больше чем мио релакс пептидной сывороткой нашей да то есть можно украсить любые мужские уходы я еще очень люблю и про нее практически рассказываю и точнее про него рассказываю практически на всех своих семинарах несмотря на то что мы эту этому гелю тоже много лет у нас есть еще более прогрессивное средство но очень люблю гель интенсив омоложением я на семинарах рассказывала о том что его можно и закрывать пилинги и химические да там чтобы улучшить эффект от пилинга часто включая его как сыворотку под альгинатные маски и в мужские мужских уходах он тоже будет очень хорош там в составе у нас два вида гиалуроновой кислоты стволовые клетки яблока плюс альфа и бета глюканы прекрасный антивозрастной уход и очень хорошо тонизирует кожу хотя сейчас у нас много вышло средств именно и для лифтинга для восстановления кожи очень много антивозрастных средств вот последний крем который ричинд рестор тоже будет идеально тонизировать и подойдет для мужской такой вот дряблый как вы сказали индюшачьей шеи поскольку содержит еще и в со своем составе матриксил будет хорошо тонизировать при этом я думаю что он мужчинам понравится тоже очень поскольку он очень быстро впитывается и создает такой вот не блестящий а какой-то даже пудровый эффект поэтому тоже рекомендую попробовать его пока нет в мини дозах он у нас вышел буквально вот прошлом месяце поэтому тоже на него обратите внимание у нас еще не было вебинара по новинкам я уверена что ирина викторовна уже тоже начала озвучивать качество этого крема и для мужских уходов он тоже подойдет как финальный крем будет совсем скоро вебинара по семинар по антивозрастным уходам а можно если вы галин вдруг в москве окажетесь в этот день да нужно посмотреть по расписанию будет нас на по моему через неделю то можно прийти его потрогать посмотреть на что очень быстро впитывается и вот для таких целей тоже будет очень хорошо работать да то есть у нас нижняя треть лица галина это пока на ваш вопрос да тоже отвечает ниже гель для нижней трети лица гель интенсив омоложения да сыворотка 5 пептидов для этой цели подойдет и в процедурный и в домашний уход ну вот там где есть пептиды лучше более интенсивное их использование да то есть это интенсивное ежедневное использование да чем больше вы их наносите тем лучше эффект да то есть например миорелакс можно увидеть эффект уже хороший такой через неделю через два-три месяца это будет шикарный эффект то же самое с 5 пептидами да то есть чем чаще вы их используете на тем лучше эффект это накопительное свойство пептида александр скорее всего да но например ретидерм можно использовать не в дни бритья и вводить ретидерм например с минимальных доз для мужского ухода например 0 25 тут еще зависит будет от дозировки хотя вроде кожа плотная толстая да и хотелось бы там 0 5 да потому что вот 0 5 хорошо работает на такой гиперкератозной кожи уже явно выражена но мужских уходах да если все-таки кожа такая вот часто подвергается травме можно оставить в уходе 0 5 да абсолютно безболезненно не будет таких каких-то такого дискомфорта в применении базовая схема по учету с учетом необходимости бритья через день вот с ретидермом смотрите у вас ретидерм вы точно также вводите в уход да начиная с одного-двух раз в неделю потом переходит у вас один день бритья в вечернем уходе ой утром да а на другой день у вас бритье да то есть чередовать и оставить в уходе через день в завершение там после бритья да пожалуйста крем да если вдруг во время применения ретинола будут как будет какая-то сухость да там какие-то неприятные ощущения возможно в начале приема даже может быть там шелушение да то сверху после нанесения ретинола да ну в нашем случае ретидерма через час можно также нанести вот этот вот крем для того чтобы пропитать кожу да и избежать вот таких вот явлений в женском уходе и я сама например точно так же часто практикую да если кожа чувствительная то после нанесения ретидерма через час питательный крем да в нашем случае это который у нас был чудесный спа апельсин теперь это питательный крем наш ламилярный совершенно спокойно после ретидерма можно нанести питательный крем да у нас прошло вот по времени несколько минут немножко по дренажу по дренажу и в Продолжение следует... 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 Еще вот хочу обратить внимание, мы сейчас, когда будем смывать маску, чем она меня привлекает, тем, что маска очень хорошо смывается и не застывает, несмотря на то, что это стандартная такая постпроцедурная коалиновая маска на основе коалина, в ней есть цинк и коламин, она очень хорошо успокаивает. Нет никаких неприятных ощущений, все отлично. У меня тут есть небольшой остаток, я распределю весь. И вернусь к тому, что не договорила. Обычные стандартные коалиновые маски очень некомфортно смываются, потому что высыхают до конца, могут шелушиться, сыпаться. В данном случае есть такой положительный момент, маска не засыхает до конца, она остается практически вот в таком вот виде и очень легко потом смывается. Можно, чем расширить еще процедуру, да? Можно после процедуры нанести маску, точнее не после процедуры, можно прозонировать процедуру, нанести, например, на Т-зону сиборегулирующую маску и совместить ее с нашей маской Аклу Удовольствия. С ней, наверное, тоже все хорошо знакомы. Эта маска там жидкий пад, чем мы называли. И нанести ее дополнительно на область глаз, да, либо на те зоны, которые пересыхают. Вот, опять же, Галина спрашивала, да, там, как поухаживать за мужской кожей, вот такой вот, как индюшачьей шеи, тоже можно добавить в уход как раз маску Аклу Удовольствия, чтобы полноценно напитать кожу. И в случае совмещения, да, там, если есть части сиборегулирующая маска на область шеи, область глаз, можно нанести параллельно еще и маску Аклу Удовольствия. Так, я ответила на ваши вопросы. Галина, Александр, было ли... Так, Александр, написали, да, сейчас, одну секунду. Я правильно понимаю, что бритье происходит вечером, не утром перед выходом, да, а бритье происходит вечером. Ага, да, совершенно точно, алгоритм будет такой, то есть один день бритье, другой день ретидерм у вас в вечернем уходе бритье. Ну, один раз в неделю, совершенно верно, это энзимная пектиновая маска. Вообще, энзимную пектиновую маску, если мы говорим о домашнем уходе, можно использовать по необходимости. Если есть необходимость использовать ее чаще, например, вы не пользуетесь ретидермом, да, там, какое-то время, да, в тот же летний период, можно использовать ее два раза в неделю. Если кожа очень жирная, да, можно и три раза в неделю, если в этом есть необходимость. Протокол будет точно такой же, да, то есть маску выдерживаем 5... Ой, стойте, 15-20 минут. В домашнем уходе, да, то есть ее можно не наносить под пленку. Например, вы принимаете ванну, такое может случиться, да, то есть если вы принимаете ванну, да, или долго принимаете душ, вы наносите маску на лицо, в ванной комнате у вас всегда такие влажные условия, что не требуется нанесение специальной пленки, да, и можно по ней сделать массаж. Практически часто и практически на всех вебинарах или семинарах мы рассказываем о том, что можно еще с маской и таким способом поработать, да, то есть если вы делаете какие-то минимальные движения, да, то это будет способствовать и более глубокому очищению кожи и добавить искольжение, да, тот же самый вот как раз лимфодренажный массаж можно было провести, например, по энзимной пектиновой маске. В домашнем уходе утром наносить стопакно, да. Кстати, если все-таки у вас кожа вот такая, я по вашим средствам, когда смотрю сейчас, да, то есть вы, в принципе, дни, когда вы не наносите ретинол, вы можете совершенно спокойно наносить и стопакне, например, после бритья, если у вас кожа склонна к высыпанию, немножко будет щипать, да, то и к воспалительным процессам, да, то можно стопакне и нанести в вечерний. Мультипротектор SPF 50, солнечный SPF 10 в пластмах. Да, про мегаполис Александр хотел рассказать, да, очень люблю натуральную линию нашу. Если вы не первый раз на наших вебинарах, да, или на наших семинарах, то многие наши косметологи знают, что у меня прям в фаворитах есть средства нашей натуральной линии. Я ее, в отличие от всех наших профессиональных косметологов, очень люблю ее, включаю в салонные свои процедуры. И я много раз рассказывала, что я мужчинам очень часто рекомендую сыворотку True Baby Face в качестве мужского ухода. Сыворотка содержит неоцинамид, витамин С и экстракты ягод. На мой взгляд, она очень комфортна для мужчин. Она тонко ложится. Во-первых, профилактирует сосудистую сетку, обладает себорегулирующим действием. И у нее есть удивительное свойство. Она очень хорошо убирает постозность. И в некоторых случаях даже, ну, можно заявить, что она убирает отечность. Поэтому тоже можно, например, ее в летний уход мужской включить в дневной, очень прозрачно ложиться. Из SPF, пока у нас с вами еще есть немного времени, расскажу, что буквально совсем скоро выйдет у нас в мужской линии спортивный, солнцезащитный, гель SPF 30. Абсолютно прозрачный, специально для мужчин. Идеально подходит практически для всех типов кожи. Подходит как для летнего, так и для зимнего применения. Поэтому ждите, смотрите, прям буквально в течение недели. Я думаю, что вы уже подготовитесь к быстрому приобретению этого средства. И по поводу крема мульти... ой, мегаполис. Почему я люблю его? Очень хорошо увлажняет кожу. Плюс в составе его есть гидролизаты лакто- и бифидобактерий. Что дает ему право, наверное, быть защитным кремом практически от всех воздействий. Не только использовать его как увлажняющий, немного солнцезащитное средство, но и от защиты внешней среды, в том числе и действие такое вот антиполюшин за счет гидролизатов. Плюс, если вдруг, опять же, вы склонны к... Точнее, неправильно говорю, если вы принимали, допустим, какие-то препараты или же, возможно, болели и принимали антибиотики, вдруг нечаянно болели ковидом, то данный крем будет действительно спасением для кожи, которая подвергалась воздействию таких серьезных веществ. И восстанавливать микробиом не только изнутри, но и снаружи, это будет очень полезно. По проводу его... Что еще могу сказать, да, поскольку все средства линии ЗИЮ содержат какие-то экстракты, будьте здоровы, не вру, видите, у нас модель зачихивает мои сообщения, хотя немножко отвлеклась, да, от основной своей темы, но все равно, поскольку безумно люблю ЗИЮ, Мегаполис в том числе, то, что там есть экстракты ягод, еще дают ему дополнительное такое действие, да, мне очень нравится, как он работает, хотя это его не... он не профильный, да, но на кожу с куперозом он почему-то оказывает удивительное действие, да, и также будет защищать вот эту чувствительную, склонную к сосудистой сетке кожу. Ну и у нас скоро истечет время, я не буду в течение всего времени выдерживать маску, мы начнем ее смывать. Александр, а вы применяете какую пленку? пищевую или вот специально косметические маски? Просто читаю ваше сообщение. У меня сегодня очень короткие вот эти одноразовые полотенца, поэтому мне немножко длины полотенчика не хватает, перфорация очень короткая. Вообще в мужских уходах очень люблю компрессы, да, и если это позволяет, да, у вас в салонном уходе работать обычными махровыми вот этими полотенчиками для лица маленькими, да, в качестве компресса очень хорошо и легче удаляется. Мне вот немножко не хватает длины вот этого одноразового полотенца, потому что есть перфорация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, практически как у вас, у косметологов, первый прием, да, такой. Кстати, сиборегулирующую процедуру можно на таком, есть процедуры знакомства, да. Если это, опять же, мужчина, то можно, допустим, такую процедуру сиборегулирующую делать как раз на таких вариантах посещения. Если это девушка и пришла на такой тоже пробный прием, то после вот такой сиборегулирующей маски можно добавить какие-то еще, точнее, можно сопроводить такую процедуру еще, возможно, какими-то еще действиями, например, дать немного лифтинга. Продолжение следует... Почему сейчас изменяю немного протокол, да? Есть в области носа немного на скулах явно выраженные сосуды. И я в качестве финального тоника возьму лосьон-концентрат Нео, кто с нами тоже знаком, это идеальное средство как для возрастных клиентов, так и для клиентов с куперозом. Можно использовать его ежедневно в качестве тоника, например, если вы 45+, да. Есть у нас в протоколах антикуперозных в качестве маски смеси с гелем для сухой нормальной кожи. В данном случае буду профилактировать и вместо финального тоника наношу лосьон-концентрат Нео как раз способом орошения. Немножко прикрою глаза. Продолжение следует... Так, я все брала там. Как хорошо работать с камерой. Видно, что все отмыло, ничего не осталось, приходится наклоняться. И вместо сыворотки, повторюсь, да, немножко ушла от протокола, беру гель для сухой нормальной кожи Нео, да, тоже. И из-за того, что все-таки есть сосуды, нанесу его в качестве сыворотки перед нанесением финального крема. Спасибо. 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 А так у нас все бы регулирующие процедуры в финале пошел бы тоник мотирующий. и тоже уйду от протокола вместо увлажняющего крема на финале сейчас специально для вас хочу показать как наносится наш праймер вот этот вот солнцезащитный гель SPF 30 прям давайте с вами первые его сегодня увидим да, вот он абсолютно прозрачный у нас сегодня солнечный день и аккуратно распределяем его и вот у нас с вами получилась вот такая ну я бы сказала практически очень бюджетная процедура для тех, кто наши клиенты я надеюсь вы нашли для себя из наших продуктов что-то в домашний уход косметология наверняка что-то тоже нашли для себя у нас просто с вами осталось 4 минуты до завершения нашего вебинара есть ли вопросы у вас все ли было ясно понятно не знаю хочу даже знать понравилось ли вам такой формат не понравилось не понравилось может быть там по-другому может быть больше теории пишите будем Екатерина спасибо большое будем ждать ваших наверное пожеланий на проведение каких-то тем да которые бы вас интересовали мы бы вам рассказывали и на сегодня у нас все напомню вверху чата я прикрепила промо-код для всех слушателей вебинара на скидку и буду рада личным встречам завтра у нас кто в Москве очный вебинар мой сразу говорю мой семинар по лимфодренажным массажем и лимфодренажным средствам поэтому кто к сометологи приходите в наш ЦДК завтра с 12 часов у нас будет такой семинар а так до встреч всем до свидания спасибо за вашу любовь к нам и будем рады вас видеть у нас и очно и на вебинарах всем до свидания м и como ị